МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собственники жилья должны сами заботиться о состоянии дома, в котором живут. Таковы требования российского законодательства. Ямал из всех субъектов страны практически последним перешел на новую систему финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Мы учились на чужих ошибках, чтобы не набить шишки. И вот уже этой осенью в платежках у жителей округа появится новая строка. Стоит отметить, что не у всех рассказывает Эльвирова Ахметова. Законок о ремонтах многоквартирных домов на Ямале вынашивали как ребенка почти 9 месяцев. Долго, но все понимали. Быть в лидерах любой ценой – не лучшее решение. Жизнь на севере и так дорога, необходимо все взвесить. Текст документа, особенно те пункты, которые касались размера ежемесячной платы для населения и механизма сохранности средств граждан, активно обсуждался и в коридорах власти, и на простых кухнях. Капитальный ремонт – это развод. Почему я должен платить за то, чем никогда не воспользуюсь? Если действительно жители смогут контролировать выполнение работ, то хорошо. А с другой стороны, много ли простых граждан понимают, как должны выполняться эти работы? И возникает вопрос по качеству используемых материалов. Точка была поставлена в марте 2014 года. Закон приняли и установили размер ежемесячного взноса. 10 рублей 50 копеек за квадратный метр – это почти в 7 раз меньше реальной стоимости работ. Разницу покроет государственная и муниципальная поддержка. Новая строка в квитанциях появится не у всех ямальцев. В региональную программу из 10 тысяч многоквартирных домов включены 3805. Решение о проведении капитального ремонта собственники могут принять в любой момент, независимо от того, в какой период времени стоит данный дом в региональной программе. Региональная программа говорит о предельных сроках, когда необходимо будет провести капитальный ремонт. Программа, рассчитанная на 30 лет, была утверждена в прошлом декабре. В течение полугода после ее опубликования собственники должны определиться с держателем счета, на котором будут аккумулироваться средства – ТСЖ, управляющая компанией или региональный оператор. Его учредителем является правительство Ямала. При банкротстве управляющей компании эти средства не попадают в конкурсную массу. Эти средства являются средствами собственников. И, соответственно, при смене управляющей компании, просто держателем этого счета будет новая управляющая компания или товариство собственников жилья. В случае возникновения ситуации по ликвидации данного регионального оператора, средства, которые накапливались на его счете, будут возмещаться за счет средств бюджета. По мнению председателя регионального центра общественного контроля и просвещения в ЖКХ автономного округа Ларисы Епишевой, самое сложное для коммунальщиков на этом этапе – изменить отношение хозяев квартир к своим домам, расширив их понимание собственности с уровня квартиры на уровень дома. Нужно привыкнуть к мысли, что мы сегодня не наниматели, мы невременные люди в том жилье, которое мы занимаем, мы его хозяева. И поэтому мы наравне с хозяевами индивидуального жилья несем ответственность за состояние этого дома. Безусловно, нововведение будет еще не раз вызывать вопросы у граждан, но надо понимать, что времена, когда деньги на капитальный ремонт давало государство, безвозвратно ушли. Эльвира Валяхметова, Анатолий Шуликов, телерадио-компания «Муравленко-ТВ» при содействии Департамента внутренней политики Ямала. Департамент внутренней политики Ямала. Микрорайонов подробно расписано расположение дорог и пешеходных тротуаров, комплекс мероприятий по охране окружающей среды и защиты от чрезвычайных ситуаций. На основании этого потом уже межуется территория и для предоставления земельных участков под строительство, что сейчас происходит в пятом, шестом микрорайоне. Документация по планировке микрорайонов административной, юбилейной и солнечной одобрена участниками слушаний единогласно. В окончательном варианте документ будет представлен для утверждения депутатам городской думы. К другим темам. К 70-летию Великой Победы – государственные награды. Сегодня пятерым ветеранам Отечественной войны вручили юбилейные медали. Она была учреждена указом президента страны еще в декабре 2013 года. Мы побывали в гостях у труженька тыла Татьяны Остаповны Газизовой. Подробности далее. Победа кричат, все победа, все плачут, кто радуется. Май 45-го и новости о Великой Победе она не забудет никогда. Татьяна Газизова – труженик тыла. Всю войну проработала медсестрой. Отправилась в Брянскую область вслед за мужем. 19-летней девушкой с 8-месячной дочкой на руках. До Брянска еще не доехали. Нас разбомбили. Много там раненых. И меня там сразу по вагонам ходили. Говорят, кто там понимает медицину, давайте, выходите. Из вагона она вышла, не задумываясь. У нее была одна цель – спасти жизнь людей. А сейчас уже и не помнит, сколько таких было. Во время Великой Отечественной войны город Брянск был оккупирован немецкими войсками. В лесах Брянщины действовали партизанские отряды общей численностью до 60 тысяч человек. Муж там уже тоже партизаном прикреплен был. Десятки тысяч наших земляков сражались с врагом в партизанских отрядах. Брянщина стала одним из основных очагов партизанского движения. Здесь вели вооруженную борьбу 139 отрядов, объединенных в 27 бригад. Советские войска освободили Брянск 17 сентября 1943 года. Сейчас эту историю Татьяна Остаповна рассказывает своим внукам и учащимся городских школ. Они часто ее навещают. Вот и сегодня труженик тыла Газизова встречает гостей. От имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина позвольте мне вручить вам медаль «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Позвольте выразить вам слова искренней признательности и благодарности за ваш подвиг, за ваш труд. Примите, пожалуйста, медаль. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Большое спасибо президенту Путину, что он не забывает нас. Помнит, что мы как мучились тогда в войну. Медали к 70-летию Великой Победы, учрежденные президентом страны, сегодня также вручили еще четверым ветеранам, проживающим в Муравленко. Рашидею Суповне Отколовой, Марии Митрофановне Маровой, Просковье Андреевне Нинашевой и Евдокии Нестеревне Ткаченко. Всего же в наш город доставлено 24 юбилейные медали. Награды ветеранам будут вручать до 1 мая. Муравленковские спасатели продолжают работу в рамках профилактической операции «Жилье». Большое внимание уделяют домам пятой – самой низкой степени огнестойкости. На особом контроле жители города ведущие антисоциальный образ жизни. Таких граждан инспектор надзорной деятельности и участковые полиции посещают на дому, проводят с ними профилактические беседы и вручают памятки. В одном из таких рейдов побывала и наша съемочная группа. Подробности у Эрнеста Бавшина. В списке, где проживают так называемые неблагонадежные граждане, числится несколько десятков адресов. Инспектор надзорной деятельности Виктор Бакушин совместно с участковым полицией во время проведения операции «Жилье» навещает таких муравленковцев ежедневно. Но попасть в квартиру удается не всегда. У граждан, злоупотребляющих алкоголем, очень крепкий сон. Жень, открывай! В квартирах, куда все-таки удается попасть, владельцы жилья нередко находятся в алкогольном опенении. Николай Юрченко хорошо известен пожарным. Только за последнюю неделю огнеборцы выезжали к нему три раза. Выпив лишнего, Николай Иванович забывал выключить плиту. Соседи говорят, что живут как на пороховой бочке. Когда у Коли праздник, у них бессонная ночь. И таких квартир, констатирует Виктор Бакушин, много. Но в ходе рейда инспекторы посещают и многодетные семьи. Родителям еще раз напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и объяснять это детям. Детишки есть у вас? Да. Сколько? Трое. Трое замечательно. Взрослые все? Нет, маленькие. Маленькие? Покажете красивую картиночку? Угу. Как вызвать пожарную охрану? Нарушают правила пожарной безопасности не только собственники квартир. У инспекторов есть претензии к управляющим компаниям, сотрудники которых халатно относятся к исполнению своих обязанностей. Многие жильцы заблуждаются в том, что коридоры – это их частная собственность, а также болерная – это их частная собственность. Так как у них там есть квартира, захламлять этого ничего нельзя. Ну и хотелось бы также сказать, что по итогам данной операции, ну не по итогам, а в период проведения, на сегодняшний день у нас привлечено три должностных лица управляющей организации и три гражданина. Наказать управляющие компании могут не только за захламленные пути эвакуации, но и за нарушение правил эксплуатации электропроводки, отсутствие защитных колпаков на светильниках и за несвоевременно убранный снег вокруг эвакуационного выхода. Если кто-то хочет на какую-либо ситуацию пожаловать, то стоит написать, обрисовать ситуацию, конкретный адрес, конкретно, ну что их не устраивает. В дальнейшем уже выйдет инспектор, естественно, на проверку, инициируем с управляющей организацией, и данные факты будут установиться. Если будет выявлено виновное лицо, то есть управляющая организация, то естественно они будут привлечены к административной ответственности в виде предупреждения, ну либо в виде штрафа. Эрнст Бавшин, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Студенты Муравленковского многопрофильного колледжа получили первый в своей жизни военный документ. Церемония вручения приписных свидетельств прошла в торжественной обстановке. Мы сегодняшние 17-летние юноши гордимся славными боевыми традициями нашего народа и намерены стать достойными продолжательствами дела наших отцов и дедов. Студентов колледжа со знаменательным событием поздравили представители городских общественных организаций, военного комиссариата и администрации учебного заведения. Приписное свидетельство о документ, наделяющий обязанностями по воинскому учету, получили 60 человек. С этого момента ребята подлежат призыву на военную службу. Добавлю, что приписные свидетельства выдали и учащимся многопрофильного лицея. В этом году постановке на первоначальный воинский учет подлежат 205 муравленковских юношей, достигших 16-летнего возраста. В «Муравленко» выбрали лучшего водителя. Конкурс профессионального мастерства среди работников автотранспортных предприятий организовали сотрудники автоинспекции. На призыв принять в нем участие откликнулись 8 человек. Кто же стал первоклассным водителем, знает моя коллега Татьяна Бойко. Среди участников водители с большим стажем и те, кто за рулем не так давно. Но требования ко всем одинаковые, ведь на дороге все равны. Первым делом конкурсанты демонстрируют знания правил дорожного движения. И тут первые промахи. Из 8 человек только трое экзамен сдают на отлично. А вот практическую часть конкурса участники проходят намного лучше. Вождение участники конкурса сдают на учебном автомобиле. Все должны быть в равных условиях, посчитали организаторы мероприятия. Учитывая, что за рулем не новички, а водители-профессионалы, одно из упражнений решили усложнить. Змейку нужно проехать задним ходом. Но сложным препятствием для водителей оказалась вовсе не змейка. На горку, которая немного обледенела, заехать по всем правилам смогли лишь единицы. Сказалось и волнение. Переживали даже те, кто имеет большой опыт вождения. Михаил Красавский – профессионал своего дела. За рулем 16 лет. По дорогам и бездорожью намотал десятки тысяч километров. Участвовать в конкурсе согласился сразу. Считает, нужно поднимать престиж профессии водителя. Побольше, чтобы было участников. Со всех, какие у нас есть в городе автопредприятия, с тех же школ. Выставлять команды. Раньше это все проводилось. Тогда это будет и интерес, и спрос, и молодое поколение будет уже более относиться внимательно к этому. Уже будет даже тяга у них идти в то же предприятие работать, чтобы они знали и понимали, что водитель – это тоже достойная и уважаемая профессия. Конкурсанты блеснулись своими знаниями и в области машиностроения, дорог и истории правил дорожного движения. В конкурсе «Эрудит» они решали кроссворды и активно отвечали на вопросы инспектор по пропаганде. Меня очень порадовало. Водители не знали, какие будут вопросы в конкурсе «Эрудитов», но, однако, они тоже прекрасно справились с заданием. То есть люди знают историю развития дорог и историю развития ПДД. И поэтому, на мой взгляд, все они проявили хорошее мастерство. По итогам состязания первое место занял Игорь Муратов, инженер по безопасности дорожного движения Муравленковских коммунальных систем. Второе и третье место у сотрудников МТК. Победителем конкурса в номинации «Эрудит» стал Руслан Кисамуддинов. Вместе с дипломами победители получили и ценные подарки. Татьяна Бойко, Сергей Кириченко, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». И на сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Всего вам самого доброго и отличных выходных дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова